Греческий законник появился на свет в грузинском городе Эмера в 1961-м. В юности немало покуроресил, окунулся сполна в криминальную среду. В 1979-м, едва став совершеннолетним, был осужден в Железноводске по статье «За хулиганские действия». Суд приговорил его к одному году тюрьмы. Там же, в Ставропольском крае, получил еще один год и три месяца в 1980-м. А в 1982-м за грабеж снова попал за решетку в Железноводске. Теперь уже на 4 года. И, наконец, в 1983-м Цандеков был признан особо опасным рецидивистом и был осужден за хулиганские действия и нанесение тяжелых травм на 10 лет. Отбывая наказание, был отправлен в Свердловскую область, где и получил свою долгожданную воровскую корону. Его крестными отцами стали не просто влиятельные, а даже легендарные воры в законе – Василий Бузулутский, Владимир Бабушкин и Валера Татарин. В 1985-м тюремный срок Цандекову был увеличен еще на один год, а сам он получил еще одну судимость – за насилие в отношении должностного лица при исполнении служебных обязанностей. По всей видимости, авторитет не был покладистым заключенным, что никак не устраивало администрацию. В 1991-м судьба занесла его во Владимирский Централ, где его путь пересекся с Владимиром Вагиным, Вагоном, и Степаном Фурманом, Степой Мурманским. На свободу Аркан вышел осенью 1994-го. Последняя судимость авторитета датируется 2005-м годом. Он был задержан в Саратове и за найденные при нем наркотики отправился в поселение на полгода, после освобождения затих, и пока что никакой информации о нем не поступало. Продолжение следует... Продолжение следует...